Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Я вам уже рассказывала, что в Испании третий год большинство пассажиров пригородных поездов ездит бесплатно по субсидируемым государствам проездному. Приобретается за 10 евро проездной билет на квартал. И когда проехался необходимое количество раз, по-моему, 16 раз, то деньги в конце квартала возвращаются пассажиру. Причем этой льготой могут пользоваться не только жители Испании, но и ее гости. В результате этого аттракциона щедрости сидячие места найдутся лишь на конечных станциях, и то не для всех. Поэтому народ приспосабливается, заходят в поезд на предпоследние станции, проезжают одну станцию до конечной и занимают освободившиеся места. Когда заходят на конечные станции новые пассажиры, то сидячих мест уже не хватает. В результате приходится стоять почти всю дорогу, а от конечной до конечной путь занимает 48 минут. Причем занимают также и места для особых групп пассажиров. Крайне редко кто-то уступит место беременной женщине, пожилому человеку или семье с детьми. В центре на конечной станции часто аншлаг. Даже сейчас, в октябре, а что было летом, наплыв туристов представить просто страшно. Там было столпотворение. И теперь недовольные пассажиры требуют, чтобы железнодорожники освобождали поезда, когда они прибывают на конечную станцию в центре Малаги, чтобы убрать особо хитрых. Странно, но пока еще никто не предлагает предоставлять льготу только жителям Испании и отсечь туристов, что помогло бы существенно уменьшить пассажиропоток. Сейчас в Испании винить туристов и иностранцев – это остромодная тема. В разных городах Испании проходят митинги, демонстрации с требованиями снизить арендную плату. Цены на жилье и на аренду взлетели до небес. В росте цен испанцы винят иностранцев и туристов. По статистике, 7 из 10 молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет живут по-прежнему с родителями. Средняя зарплата в этой возрастной группе в Испании составляет около 1000 евро. И, конечно, снять отдельную квартиру при такой зарплате крайне проблематично. По статистике, каждый пятый объект недвижимости в Испании покупают иностранцы. Согласно данным, за первую четверть этого года чаще всех приобретают недвижимость британцы. Далее идут марокканцы и на третьем месте немцы. Но при этом самую дорогую недвижимость приобретают шведы и американцы. А самую дешевую – марокканцы и румыны. Иногда проходят демонстрации против туристов с криками «Туристы, валите домой! Вам здесь не рады!» Мне это напоминает советский Сочи, когда жители города были уверены, что понаехавшие – это чистое зло, и его нужно искоренять. Отдыхающие это учли и с открытием границ ринулись в Турцию и в Египет. А сочинцы стали возмущаться рекламой зарубежных курортов, считая ее антирекламой всероссийской здравницы. Согласно отчету «Туризму Коста-дель-Соль» о ситуации в сфере туризма, поток туристов на Коста-дель-Соль, то есть на юге Испании, возрог из США, Польши, Ирландии и Португалии. Количество туристов увеличилось на 20%. Особенно прибавилось поляков. Их стало на 41% больше, чем в прошлом году. Количество американских туристов на южном берегу Испании возросло на 23%. С мая по конец сентября между Малагой и Нью-Йорком летали ежедневные прямые рейсы. Из США в этом году в провинции Малага побывало 156 тысяч туристов. Это на 30 тысяч больше, чем годом ранее. В Малагу есть прямые рейсы уже из семи городов Польши. Это Краков, Гданьс, Готовицы, Лодз, Познань, Варшава, Вроцлав. Поэтому неудивительно, что поляков прибывает. Тройка лидеров по количеству туристов – это по-прежнему Великобритания. 849 тысяч. Нидерланды – 242 тысячи. И Франция – 241 тысяча. На четвертом месте – Германия. Далее следует Ирландия, Италия, США, Бельгия, Польша, Швеция, Португалия, Дания. Швейцария – Норвегия. Зато количество испанских туристов упало с начала года по август. Снизилось на 6,5%. Но все равно цифры довольно внушительные. С начала года уже 1 900 000 испанских туристов побывали в провинции Малага. Всего за первые 8 месяцев этого года в провинции Малага побывало 5,6 миллиона туристов, что на 5% больше, чем годом ранее. В Испании будет снижено допустимое количество алкоголя в крови у водителей до 0,2 промилле. Такой предел установлен в Норвегии и Швеции. В результате дорожно-транспортных происшествий в Норвегии ежегодно на миллион жителей гибнет 21 человек, в Швеции – 22 человека, в Испании – 36. В Финляндии в дорожно-транспортных происшествиях в прошлом году погибли 33 человека на миллион жителей. Хотя в Финляндии правила запрещают пьяное вождение. Почти в 30% всех дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом в Испании связаны с употреблением алкоголя. Кулиская партия ВОКС обвиняет правительство в попытке ограничить права граждан, снижая лимит промилле. По мнению партии, снижение аварийности достигается не произвольными запретами, а информационными и образовательными процессами. Представитель партии поинтересовался у депутатов, многим ли из них самим разрешат сесть за руль, если провести алкогонтроль на выходе из парламента. Конечно, выпивохи не хотят отказываться от своих привычек. Я помню, когда лет 12 назад запретили курить в барах и ресторанах, то испанцы яростно возмущались и уверяли, что теперь все, все бары и рестораны разорятся, все, ходить не будем, конец бизнесу. Ничего подобного не произошло. Рестораны и бары не закрылись, но там никто не курит. И теперь идет разговор о запрете курения на общепитовских террасах, где пока еще курение не разрешено. Еще в Испании проблема водителей под кайфом. Пару недель назад на пляжной парковке в Марбелье Нарик сжег 8 машин. Он готовил дозу у себя в машине и устроил пожар, который перекинулся на другие 7 машин. Сжег в общей сложности 8 машин. К счастью, обошлось без жертв. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь.